Человечество вошло в так называемое бутылочное горлышко этого антропологического перехода. Эти все темные силы, у них символ такой. Это вот и есть символ замкнутого времени. Мы живем в зацикленном времени. У китайцев есть свой вариант будущего, у Ватикана свой план. А следующий этап – трансформация социальной сферы. Сил у них не хватает. В какой-то момент время разомкнется. Проявились и потом бахнут. Это не шутка. И мы это увидим очень скоро. Происходит один из самых, наверное, серьезных поворотов в истории человечества. Кто-то его называет антропологический переход. Кто-то называет, что... Ну, сама биосфера меняется. Понимаешь, меняются сами условия среды. Ведь человек – это что такое? Человек – это, как сказать, существо, живущее внутри биосферы. Меняется сама биосфера. Меняются космические основания, смена эпох. И все это процессы накладываются друг на друга. Мы же видим, как меняется климат. Мы же видим влияние на психику. Мы же видим, как эти шумановские частоты растут. Много факторов. Но в первую очередь, конечно, смена самой биосферы. Там кто-то мне знакомый говорил, что гравитация поехала, понимаешь, в разных районах. То есть смена идет магнитных полюсов. Никто не знает, будет ли переборот этих магнитных полюсов. Либо не будет. Они вот так вот болтаются. А что в таком случае с людьми может происходить? Все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. С одним человеком, которым я по этой теме разговаривал. Я считаю, что он большой специалист в этих вопросах. Он говорит, что человечество вошло в так называемое бутылочное горлышко этого антропологического перехода. Которое началось, наверное, года 2012. Процессы начались. Что будет на выходе, не знает никто. Разные есть математические модели. Вплоть до того, что температура белковых тел поднимется больше 40 градусов. А это же ты понимаешь, что кровь свернется. И биосфера умрет. Соответственно, под это и разные программы делались. Ну вот и делаются. Сохранение семян, сохранение спермы, яйцеклеток и всего остального. Чтобы потом после катастрофы можно было воспроизвести человечество. Произведение искусства. И все же знаешь, в разных частях мира сейчас. Причем стараются где-то в пещерах делать. Либо под водой, либо глубоко под землей. То есть там, где температура не поднимется ни в каком раскладе. Делают такие точки хранения. Соответственно, эти все бункера. Кто-то связывает с возможностями ядерного конфликта. Но на самом деле это больше связано с изменением самой биосферы. Никто не понимает, что будет на выходе. Но все при этом надеются, что все как-то дело, как сказать, пронесет. Но в любом случае человечество меняется. Этот антропологический переход, это объективная вещь. Человечество меняет. Меняется сама среда обитания. Понимаешь? И для того, что меняется сама среда обитания, меняется тело, меняется сознание, меняются условия жизни. Кто-то это не вывозит. Раньше времени уходит. А кто-то, наоборот, меняется много со временем. Вчера с товарищем общались. Вот я говорю, мы еще помним таксофоны, где по две копейки мы звонили. Теперь у нас есть фактически компьютеры в виде телефонов. И это произошло на протяжении нашего поколения. И процесс еще не завершен. А что будет через 10, через 20 лет? И, соответственно, люди, которые мыслят категорией 50-летий, 100-летий, поколений, они же об этом задумываются. Какое будет человечество на выходе? Я сейчас сидела внутри и улыбалась, потому что я вспомнила про Павла Дурова, который решил специально запастись, сделать огромный банк спермы. Может быть, он об этом знает. Они знают все об этом. Не только спермы, а и циклетки тоже самое. Семена растений, всех семена, биоматериалы животных. Это не шутка. То есть мы пока просто этого не понимаем. У меня знакомый исследователь, потеплением занимается. Он говорит, Аллан, ты понимаешь, что льды тают не сверху, а снизу. А раз они снизу тают, то температура воды меняется. Они снизу тают. Поднимается мировой океан. Процессы идут, и они не завершены. Антропологический переход. Человечество проходит в бутылочное горлышко. Многие люди на себе это ощущают. Просто мы не замечаем, что с нами происходит. Поглощены своими какими-то бытовыми вопросами. И вот там, как в матрице, знаете, там полусонные ходим. А те, кто осознают, что происходит, да, те как бы стараются в эти процессы не то, чтобы влиться, а перенастроить себя под это новое будущее. А каким людям будет сложнее всего? Сложнее будет всего тем людям, которые хотят жить по-старому. По старым привычкам, по старым шаблонам, по старым режимам питания. По-старому относиться к своему телу, к своему сознанию. По-старому, понимаешь? Потому что это время уже ушло. Наступает новое время. В новом времени новые правила игры. Кто первый поймет эти правила игры, тот, соответственно, и будет молодец. Кто там гороскопами занимается, понимает, что эпоха наступила, да, другая. Там водолея, планета летит, там все это летит. Кто-то более подробно этим занимается. Они понимают, что это все наложилось на прецессию, что есть, да, 25 тысяч лет, которые происходят. То есть смена эпох идет. А какие главные ошибки люди сейчас делают? Вот как именно они ухудшают свою ситуацию? Они ухудшают свою ситуацию тем, что они этого не осознают. Понимаешь? Просто не осознают. Просто не интересуются? Не интересуются, не замечают. Им это не надо. Много, говорит, званых, да мало избранных будет. Зерна от плевел отделяет, эпоха такая. Причем это определяет на уровне души, а не тела. То есть эти души, которые сейчас, они же рождаются, мы, по моему мнению, рождаемся не раз, а много раз. Когда говорят там про эти экзамены, отборы. Вот человек своей жизнью свой выбор делает. Вот он всю жизнь хотел жрать и бухать. Вот он дальше жрет и бухает. Ну, это его выбор. Соответственно, намерения на развитие у такой души нет. Зачем она нужна? В этой вселенной намерение развиваться. Это и есть плевелы, понимаешь? Те, которые не хотят развиваться, они считают, что вот потреблять – это единственная радость человеческого существа. Потреблять ресурсы, производить, я извиняюсь, там, мусор. В общем случае. Все. Потребители. Это общество потребления искусственно взрастили. Для чего его взрастили? Для того, чтобы потом зачистить. Для чего сейчас всю эту ЛГБД-тюсовку взращивают в Европе? Для того, чтобы потом из них сделать врагов и сжигать их на кострах, как когда-то сжигали, там, не знаю, представители каких-то наций. А в чем здесь выгода сжигать их на кострах? Проявились и потом бабахнут. Понимаешь, людям нужен враг для мобилизации. Это политические процессы, сейчас не будем их трогать. Но мы это еще увидим. Если эту функцию выполняли, там, я не знаю, перед Второй мировой войной, кто? Евреи, цыгане, да? То есть против них мобилизовалась пассионарная часть общества. То есть сейчас, я думаю, что выберут этих представителей разных вот таких меньшинств. Это всех устроят. Выберут из них и сделают. И все. И мы это увидим очень скоро. Вот наше поколение точно увидит. Понимаешь, им дали возможность набрать силы. Сидят другие люди, которые видят это все. Их это возмущает. Их нельзя, 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 нельзя. Противоречия нарастают, нарастают, нарастают. И скажут, огонь. И понеслось. Чтобы этих зажечь, понимаешь? Чтобы этих мужиков разбудить. Им нужно создать врага. Без врага нет нации. И вот понеслось. А это самый удобный враг будет. Понимаешь? Евреев трогать не надо. Каких-нибудь представителей Северной Африки тоже. А этих вот все с удовольствием будут. Им поэтому дают власть. Они просто этого не осознают. Ну, может, это и хорошо. Раздражают население. Понимаешь, ими создают образ врага. Тебе нужно объединить народ. Против кого? Вот придумали против кого. Ну, это политический аспект. Я же еще и такими вопросами занимаюсь. А вот расскажите немножко подробнее. Я знаю, что у вас есть телеграм-канал, где вы, я думаю, более глубоко рассказываете о том, что сейчас происходит. Кстати, ссылочка под этим видео. Можете подписаться. У меня не только телеграм-канал. У меня каналы во всех социальных сетях есть. Так что, друзья, подписывайтесь. Понимаете, я же всю жизнь, как бы, большую часть жизни занимаюсь такой политологией. Мне общественно-политические процессы интересные. А все, что связано с сознанием, с энергетикой, это всегда было мое хобби, да? Там, с самого раннего детства. Я там попадал в эти осознанные сновидения, как-то путешествовал, там, развивался по своей теме. Пришло время, что надо этой информацией делиться, потому что мы все заинтересованы, чтобы как можно больше людей осозналось, понимаешь, делать, что должен, и будь, что будет. Соответственно, подобные все создали площадки, где мы этой информацией делимся, обучающие программы создали. Для того, чтобы помочь тем, кто хочет, у кого дух просыпается, это, знаешь, как в этом, сейчас же, ну, американские же фильмы все смотрят, да? Вот как Голливуд тоже это сознание включает, да? Вот Люди Икс, да, там, этот, Доктор Стрэндж. Это серьезный философский фильм, этот Доктор Стрэндж. Ты смотрела его? Я смотрела Люди Икс точно, и у меня всегда было ощущение, что это точно не могло быть высосано из пальца. Ну, это не высосано из пальца, там же смысл заключается в чем? Что есть люди, в которых есть определенная сила, да, они рождаются силой, их нужно уметь правильно включить. Понимаешь, при этом включить именно так, чтобы они себя не разнесли при этом на первых этапах. Дальше они уже сами разберутся, что с этим делать. Но ты же перед эфиром рассказываешь, что они начали просыпаться в способности, и они тебя испугали. Да. Да. Соответственно, почему они тебя испугали? Потому что тебе правильную настройку не дали картину мира, не объяснили, как этим пользоваться. Вот, соответственно, мы это и стараемся делать. Потому что дух включаться начинает у многих, они, собственно говоря, к нам и приходят. Те, у кого не включаются, не приходят. Им это неинтересно. А поделитесь какими-то сюжетами из ваших осознанных сновидений? Что сейчас вообще в пространстве? Что снится? Это вообще... Ну, вот я неделю назад был, ну, это сюжет для кинофильма. Очень интересно. В неком пространстве. Понимаешь же, вот сны в картинках, это как бы начальный уровень. Когда... Почему есть картинки? Потому что ты воспринимаешь что-то за пределами физического тела. Твой мозг это интерпретирует в образы, в картинке. Когда ты попадаешь уже в пространство энергии и избавляясь постепенно от своего эго, человеческой формы, твоя психика способна выдерживать реальность, такую, какая она есть. А это не мир образов, это мир энергии. Понимаешь, ты же не предмет, ты же не тело, ты просто сгусток энергетический. Но тебе приятней видеть себя как тело. На самом деле ты поток энергии. И все, понимаешь, является им. И ты, попадая туда, попадаешь в это пространство энергии. И вот я в такое пространство попал недавно. Там вся история связанная про время. Вообще с временем играться нельзя никому. А что это значит? Чего именно нельзя делать? Вообще ничего нельзя делать. Вот в греческой мифологии там верховный бог титанов, этого Зевса, это был Хронос, это было время. Хронос это время. Соответственно, время это является одной из базовых энергий в этой Вселенной. То есть, когда творение произошло, Вселенная рождалась, несколько волн было творения. И первое из них было время. Время этот хаос структурировало во что-то. Это были первые энергии, электроны, протоны, нейтроны. Просто массу электронной измени, и другая Вселенная будет. И мы не знаем, какие они другие Вселенные в этой мультивселенной, если там просто другая масса электрона, то есть базовые частицы. И она получилась такой, как она получилась, потому что такова была первая волна. И эта волна, как бы, она вот и есть. Нам дается какое-то время. То есть, все, если в корни уходить, все равно будет завязано на время. И, соответственно, любые игрушки с временем, это посягательство, как бы, на очень серьезные процессы, да? И, как бы, им не позволяют это все делать. Именно время. Маги времени существуют. Я просто пытаюсь... Назовали дети Хроносом. Это очень мозгом тяжело понять. На примере каком-то, что вы имеете в виду, игрушки с временем? Чего именно нельзя делать? Ничего нельзя с ним делать. Потому что человек, который умеет взаимодействовать на время, воздействовать на время, он может менять и энергию, и материю везде. А, ну это уже для каких-то продвинутых людей, которые действительно что-то могут сделать. Это очень для продвинутых. Это не для обывателей. Вообще не для обывателей. Для максимально продвинутых. Это назывались они, например, в древности, да, вот дети Хроноса были. Жрецы времени. Маги времени. И когда-то смогли это время здесь зациклить, замкнуть. Вот этот символ Уран-Борос. И знаете, змея, кусающая с хвостом. Эти все темные силы, это у них символ такой. Это вот и есть символ замкнутого времени. Мы живем в зацикленном времени. Эти темные силы, они как-то пытаются усугубить ситуацию сейчас? Они пытаются сохранить, удержать такую, какую она есть. Но сил у них не хватает. В какой-то момент время разомкнется, пойдет опять в развитие. И вся борьба идет за то, каким будет время. То есть будущее. Борьба в мире идет не за ресурсы, борьба в мире идет за будущее. Потому что люди, которые в этом мире рулят, это люди, которые воспринимают мир как энергии. Любой человек, который воспринимает мир как финансовые потоки, территории, борьба за нефть и газ, это, ну, это вообще, как бы, ну, как сказать, это администраторы. В мире рулят жреческие кланы определенные. Понимаешь, что люди, которые воспринимают мир как энергию, воспринимая мир как энергию, они могут воздействовать на эти поля энергетические, своим сознанием, своими технологиями. И этим самым они выбирают будущее для, как бы, своих народов, человечества всего и всего остального. И борьба между ними идет за образ будущего. Соответственно, в англосаксонской цивилизации есть свой вариант образа будущего. У китайцев есть свой вариант будущего, потому что там есть китайское, это жречество, даосы. Они, у них свой план, у индусов свой план. На востоке свой план. Суфи очень мощные товарищи. Понимаешь? И маркируется в мире Ватикана свой план. Где вот есть люди, способные воздействовать на будущее, а где нет. Точнее, не воздействовать. Ему невозможно воздействовать. На него можно выбирать. Направляя туда энергию, внимание людей. Чем, собственно говоря, занимается Голливуд. Что такое Голливуд? Голливуд – это жреческая структура по управлению сознанием только всего человечества. Оно снимает что-то, человеческое внимание туда утекает, и эту штуку материализовывает. Понимаешь? Они выбирают картины мира за нас. А нам они нравятся, либо не нравятся. А вот как защититься от негативного влияния? Какого-то… Что значит защититься от негативного влияния? Вот этих вот темных сил, этих энергий, которые пытаются сохранить. Обывателю? Да. Практически невозможно. Для того, чтобы защищаться от таких вещей, ты их должен осознавать. Потому что ты должен понять, как это вы управляете. Вот как они управляют? Информационно, я так думаю. Они информационно делают что? Вбрасывают постоянно какую-то информацию, которая вгоняет людей в стресс, заставляя… Они направляют куда-то ваше внимание. Да. О чем вы начинаете думать? Да. Как только вы начинаете это думать, вы начинаете это материализовывать. За счет чего? За счет своей энергии. Этим самым они не нарушают вашу свободу воли. Потому что если на вас надели бы ошейник и били бы палкой, они бы нарушали вашу свободу воли. За это были бы наказаны. В этой вселенной законы свободы воли – это просто константа. Закон свободы воли они не нарушают. Они предлагают. Хочешь так, хочешь так. Вот есть, можешь капусту покушать, а вот гамбургер есть. Иди, вот выбирай. Человек добровольно идет хрюкать этот гамбургер есть. Даже не задумываясь, что там в состав входит. Понимаешь? Кто его заставил? Никто. Он сам захотел. И так во всем. Соответственно, осознанность, управление своим собственным вниманием. Это и есть выход из-под управления. Кого бы то ни было или кем бы то ни было. А другого варианта нет. Любой, кто вам расскажет про амулеты, про все что угодно, это все не лукавство. Букавство. То есть, ну, это правда не работает? У меня просто есть, мне дарили некоторые, даже мои спикеры, амулеты заряженные, там, например, из Тибета. И потом другой экстрасенс у меня был в гостях, он даже потрогал его и почувствовал, что здесь силы, он заряжен. Как в это не верить, если видите, чувствует что-то? Ну, если вы в это верите, может, оно и будет работать. Опять же с кем? Опять же с кем? Вот вы одели этот амулет, пошли смотреть кино, вы увидели там что-то, ваше внимание этот фильм засосал, направил куда-то, вы стали об этом думать, как вас этот амулет спас? От чего он спасает? Нет, конечно, так он не спасает. Так в этом власть не идет, понимаешь? Люди не понимают, как ими управляют. Ими управляют, перенаправляя их внимание, заставляя их о чем-то думать. А как это амулет от этого спасет? Ну, получается, как он работает? Что вот у меня он есть в сумочке со мной? Это эффект плацебо работает. Да, и я думаю, раз я его с собой взяла, значит, со мной все в порядке. Это плацебо работает. Будет. Это работает плацебо, если какой-то серьезный товарищ вам делает, он часть своего осознания, светимости туда вкладывает. То есть, когда с вами что-то происходит, на вас воздействие, он это начинает чувствовать. И он может вам позвонить, сказать, у тебя все там нормально, туда-сюда, и дистанционно вас ведет. Но это очень редко кто делает, и только со своими какими-то близкими учениками. А все остальное это плацебо. Я его там зарядил, ну, прикольно. И как это поможет? Как это поможет от того, чтобы кто-то проник в ваше сознание? Да, наверное, не как. Просто я думала, что, например, как это должно работать? Что с тобой меньше происходит чего-то негативного? До тех пор, пока ты в это веришь. Когда ты в это веришь, когда у тебя энергия есть. Потому что помимо того, что ты веришь, тебе должна быть своя энергия. Ты не веришь, что у тебя есть своя энергия. Ты в это не веришь. А человек знает, вот какая-то мощная она, да? Вот скажи, на тебе вот камушек, держи этот камушек в руках. Поверь в меня. Ты в меня поверила. Ты сказал камушек, ты его держишь, но ты защищаешь себя своей энергией. Грубо говоря, этот камушек, это гвоздь, на который ты вешаешь свое намерение. Человек не верит в себя. Ему нужно дать возможность в себя поверить. Понимаешь? Угу. Это называется гвоздь, говорит. У меня знакомая, она, сейчас Таро же хотят запретить, Таро, ты знаешь, уголовная песня. Да, ты-то-да, слышала. И говорит, Таро там, а чтобы ты просто понимала, из-за чего весь этот хиппи шеф-то пошел, потому что вся наша элита, правящая, пользуется этими услугами. Там, одна крупная государственная корпорация, высший топ-менеджмент, отдел кадров. Человек присылает личные дела. Они первым делом считают цифры, вторым смотрят его гороскоп, а третий на него на Таро раскладывают. Если человек подходит, а как подходит, у него энергия харизматичная, там, там энергия, как бы в жизни подъем идет, то есть они это все высчитывают. Аркан подходящий. И только из него, исходя из этих соображений, они потом смотрят профессиональные навыки. Потому что, говорит, эти профессиональные навыки, говорит, подделать можно, да и смысл какой, из человека, говорит, энергии нету, какой бы он умный не был, от него, ну, смысла в нем нет. И она говорит, я, говорит, типа вот раскладываю, я говорю, ты понимаешь, эти карты, это просто гвозди, которые ты вешаешь в свое намерение. Ты и так это знаешь. Понимаешь? Получается, что мы как будто бы ответственность за свои знания перекладываем на этот инструмент. Да. Потому что себе не верим? Да. Да. Вот об этом мы на нашем марафоне рассказываем, что сила находится внутри человека. Сила – это твоя энергия, это твое управление твоим сознанием, твоим вниманием. То есть два фактора есть. Внимание твое – это твое сознание. И твоя энергия, биополе – то и твой инструмент взаимодействия с реальностью. Все. А все остальное – это разные, как сказать, ловушки внимания. Правда, что ваш марафон 1 января начинается? Да, он начинается 1 января, мы традиционно это делаем с 1 января. Потому что нам нужны люди, которые как бы на новый формат перестраиваются. то есть под алкоголем невозможно эту информацию воспринять? Ну, да. Вообще, ну, не то, что невозможно, а, ну, она не зайдет. Потому что эта информация создает новые нейронные сети в голове, понимаешь, как минимум, да? А алкоголь, ваши эти нейронные сети там тренировался, тренировался, пошел, буханул и все это ушло в унитаз. Он же нейроны разрушает. И он на нижнюю энергию скидывает. Я это просто хорошо знаю. Я, кстати, совет дам один большой, который вот мне посоветовали когда-то. Я имел очень много проблем в жизни. То есть, когда энергия растет, а тело не вывозит. Как бы, это, ну, давно это началось, оно периодически, циклически, да, такие скачки бывают. И товарищ у меня один родственник мой тоже с этими энергиями занимался. Говорит, ты когда не вывозишь, я приезжаю, он в горах, у них там семинар прошел, все там такие, они мощно поработали. Я приезжаю, они водку пьют, сидят. Я говорю, вы что делаете, там юги сидят, водку пьют. Ты понимаешь, ладно, нас просто разносит, просто не выдерживает, надо заземлиться резко там. Алкоголь несколько дней выключает. Они вот попили и по их примеру тоже стал так делать. Ну, то есть, я водку не пил, а там не знаю, вино мог выпить, еще что-то. Потому что ты не вывозишь просто. Это Wi-Fi выключать надо, то есть, такое напряжение в голове ты вот так отключаешь. Но это плохой способ, потому что он снимает вас на низкие эти частоты. И вы на низких частотах, и потом из них все тяжелее и тяжелее вылазить. Понимаешь, поэтому лучшая альтернатива этому делу это спорт. Я уже заметил, что когда вам тяжело, когда вам максимально тяжело и вас сил нету, над этим спортзалом, вот эта вот энергия, она усваивается в тело спотом, то есть через кардио-тренировки. И не важно, чем вы занимаетесь, там, не знаю, боксом, бегом, танцами женщины могут заниматься. Вот так вот. Так что алкоголь не используются, очень много эзотериков спивается из-за этого. Не вывозят этих энергий, начинают побухивать, и все. Ну да, я много раз слышала. Соответственно, такие нам не нужны. Это бесполезный вариант. Это, ну, ты его за уши тянешь, он вниз, ты его туда, он вниз. Ну зачем? Плюс, какие люди нам не нужны, которые не понимают одну вещь, что научить человека ничему нельзя, научиться он может сам. Если он захочется, то у него будет намерение. Это очень важно. Важное намерение. Все в мире очень просто устроено. Бог сделал, все гениально. Привет, друзья! На связи Виктория Селина, автор и ведущая YouTube проекта «Новые люди». Сейчас моя речь для тех, кто готов заявить о себе, выйти в масштаб, рассказать о своем деле и стать экспертом нашего YouTube канала. На экране вы видите QR-код, отсканировав который, вы сможете связаться с нашими менеджерами, которые расскажут все условия участия в нашем проекте. Внизу под видео находится анкета предзаписи. А теперь продолжаем просмотр. У меня сейчас знаком один автоном, он несколько лет не ест, не пьет и спортом занимается постоянно, полумарафоны бегает каждый день. Вот у меня до сих пор люди в это не верят. Я пару раз брала интервью про наедов, автономов, и когда я рассказываю об этом своим знакомым, они просто отказываются верить в то, что это возможно. Потому что есть четыре базовых шаблона. Вот вам, кто йогой занимается, серьезно скажут, в человеке есть четыре базовых шаблона. Шаблон секса, шаблон еды, шаблон воды и шаблон дыхания. Это вот по сложности разрушения. То есть шаблон секса через пробуждение кундалини разрушается, то есть ты понимаешь, что энергию пробуждать надо и поднимать верхний центр и тело свое заполнять. Шаблон еды и шаблон воды это вот эта автономия. Разрушается, понимаешь? А шаблон дыхания самый сложный. А это уже демонстрирует, он может ролики быстрее, там пилот Баба демонстрировал, ему датчики подключали, он уходил, на несколько дней его на биос подал, то есть дыхание останавливал свое. Это шаблоны все, понимаешь, программы. Ну и как, сколько ваш знакомый уже не пьет и не ест? Ну вот он два с половиной года сказал, два с половиной, два года, шесть месяцев и 21 день, что это такое. Сейчас он опять гранатов высокий, у меня мама умерла, типа стрессы были, но сейчас я обратно буду заходить. Причем их несколько таких людей, а одному 75 лет. И тоже не есть. Врачи отказываются, шлангой занимаются, качаются. Я говорю, сколько ты переход? Он говорит, ну ладно, реально полгода, но это энергия нужна. Ну вот, чтобы энергия была, ты должен как-то повышать свои вибрации. Какие еще есть способы? Спорт. Самый простой людям спорт. Самый простой спорт. По поводу вибрации это уже другой уровень совершенно. Это управлять этой энергией. Вам нужно хотя бы приводить тело в порядок. Потому что с этими энергиями нужно придержать в тонусе постоянно тело. Если вы видите такого толстого хомячка какого-нибудь, понимаешь, или там тетушку такую же, она вам про энергии рассказывает, может даже не слушать. Ну, кстати, вот я замечала, что многие йоги, они не выглядят супер подтянутыми, а наоборот могут быть ну такого мягкого объема. Я не знаю, как они это вывозят. Я не представляю. Вот я тоже много сталкивался, но я не представляю, как это можно выдерживать, эти потоки. Ну, просто тело начинает так вот выворачивать, у меня же кости ломаются, понимаешь, когда мощные энергии идут, у тебя тело не вывозит. Лежу из кровати встать не можешь. Все получается начинать. И на характере нужно вставать, как я сейчас уже понял. С силой воли именно. Только воли. И начать, ну, либо активно ходить, либо бегать. Вот у меня друг, он активно ходит, надо 15-20 км в день нарезает. Он так усваивает. Наше тело создано для тяжелой физической работы. Оно так создано. Я не думаю, что творец, когда творил человека, он его выдавал сюда, на планету с этими сковородками, там, не знаю, с печками, со всеми остальными причиндалами, с поваренной кук этой книгой. То есть все было предусмотрено. Как он должен расти. Другое дело, что мы ушли от этой естественности. Но и она же опять же нужна не всем. Я не хочу, чтобы нас поняли, поняли привратно наши зрители, что мы сейчас кому-то навязываем, пытаемся шаблон еды кому-то разорвать. Нет, абсолютно. Это, скорее всего, информация для тех, кому это надо. Вот у кого та же проблема возникла, что он эти энергии не выдерживает, понимаете, тело не выдерживает, и он хочет эти энергии отключить, потому что ему плохо физически. Так вот я им советую. Вам нужно перейти на другой режим питания и заняться спортом. И тогда вы увидите, и энергии отключать не надо, и тело себя прекрасно чувствует. А вот есть еще такое понятие, как поле. Как усилить свое поле? Поле? Это и есть твоя энергия. Поле – это твоя аура. У меня же руки вытяни в сторону. Это твоя аура. Она как яйцо выглядит. У нее есть плотность, качество, чакры, центры все. Это нужно понимать, как это работает. И как можно усилить поле? Способов огромное количество. Ты живешь, по сути, на двух потоках, которые один из Земли идет, другой, который из космоса идет. И задача их включить. Чем мы, собственно, на марафоне и занимаемся. Рассказываем, как это все работает, и помогаем эти все запускать процессы. Друзья… Человек может заряжаться вот так, но этой тонкой биоэнергией. Хочу напомнить, что под этим видео вы найдете ссылочку на телеграм-канал Алана, и можете присоединиться к марафону, чтобы обо всем этом узнать. Да. Время сейчас такое, хочется помочь тем, кто с нами на одной волне, своим по духу. Не, как сказать, не поймите привратно, мы тут не продаем что-то. Своим по духу помочь хочется, потому что я знаю, что люди из себя, некоторые очень тяжело сейчас чувствуют, и вот им нужно помочь. Если вы такой человек, то обращайтесь к нам. Если вам просто скучно, то лучше не надо. Мне просто честно же говорю, правда ли? Потому что мы тратим на это очень много сил, внимания, энергии, там команда целая у нас работает. Это наша миссия в этом смысле. Помогать таким людям, дух включить. Потому что от того, какое их количество будет, зависит качество будущего, в котором нам всем жить. А расскажите, вот в этом же процессе есть несколько этапов, когда человек пробуждается. Через какие этапы ему предстоит пройти? Ему предстоит пройти тремя этапами. Эти три этапа будут постоянно воспроизводиться. Причем я же вот все, что я рассказываю, я ничего в книгах не читал. Это все, что я на собственной шкуре, грубо говоря, пережил на своем пути. То первый этап идет трансформация энергетического тела. Это самое простое. Вы этого не замечаете, это все происходит, он какое-то эфемерное. Вы что-то там делаете, вы даже не верите, что вы что-то делаете, но в самом деле вы меняете свое поле. После этого происходит трансформация физического тела. У вас там начинается, там тут болит, там болит, еще что-то там происходит, голова болит, да, то есть начинает это все интегрироваться в физическое тело, это энергия. Оно начинает его менять, потому что клетки с этими энергиями связаны, они начинают меняться постепенно. Мне кажется, на этом этапе многие сливаются, думаешь, что что-то не то? На этом этапе многие, нет, сливаются все на следующем этапе. Так, а какой следующий? А следующий этап трансформации социальной сферы, когда у вас начинает рушиться ваш мир. Почему? Потому что вы изменились энергетически, вы поменялись физически, и соответственно вы стали на другой волне. Ну вот вы были шарик красного цвета, а стали шарик, ну пусть желтого цвета, да, биополя ваше, то вы уже не можете с шариками красного цвета общаться, мы с ними не на одной волне, вам с ними не интересно, соответственно вы, как бы, что-то происходит на работе, вас могут уволить, поменяете место работы, что-то происходит у вас в отношениях с друзьями, у меня резко все пропадали, вот просто, как корова языком слезал. Причем это происходит вот так, одномоментно, бац, у вас мир разрушился, вам никто не звонит, вы никому не нужны, вы пишите, вам не отвечают, все заняты. Что случилось, не понимаете? Это разрушение мира, вот на этом все и спотыкаются, потому что хотят вернуть себя назад. Назад, да нет, ну что, вот у меня это очень тяжело было. На самом деле, на самом деле, если вот представите, вот ступенька, да, бац, ступеньки, это скачки осознания, то есть вы находитесь на какой-то ступеньке, вы изменились, набрали сил, бац, запрыгнули на другую ступеньку, на другой ступеньке у вас будут другие друзья, другие какие-то работы, темы, все будет по-другому. И чем меньше вы держитесь за старое, потому что вы вот постоянно то туда, то сюда, то туда, то сюда, а так вы определились, все вы приняли, отпустили. Отпустили, у вас начинает перестраиваться новая жизнь. Для того, чтобы в ваше поле попали новые люди, должны уйти старые. Как ни крути, это факт. И вот так скачкообразно происходит рост осознания. Если первые скачки у меня происходили каждые три года, потом стали каждые полгода, а когда я осознал, что цепляться ни за кого не надо, самое тяжелое, за людей цепляешься, да, они стали проходить это каждые три месяца. Вот и я не цепляюсь. Вот я просто знаю, когда мне энергетика изменилась, вот сейчас летом изменилась, тело перестраивается. Я сейчас вот на 6 килограмм похудел, на сыроедении, каждое утро там 8-10 километров бегаю, тело изменилось. Соответственно, круг общения. И многие там пропали из моего круга общения, но я даже не напрягаюсь. Пропали и пропали. А есть какие-то близкие друзья, которые все-таки остались? Нет. Только вот супруга, но она то же самое делает. Супруга со мной на одной волне, и им как бы тоже развивается. Плюс вот ребята из нашей команды, кто вот мы вместе марафон делаем, да, они тоже не отстают. А так, ну, причем это объективные вещи. Я просто врать не хочу, говорю как есть. И у вас будут другие друзья, другие знакомые, другие интересы, все другое. Потому что вы другой. А если этого не происходит, значит, что еще мы занимаемся, это самообман. Это вот купила амулет, понимаешь, там, намазала лоб чем-нибудь, понимаешь, считаешь, что она просветляется. Маслом протирает третий глаз. Я такое тоже видел. Потому что оно все происходит через разрушение мира. Но мой вам совет в этом случае, не держитесь за старое. Не держитесь за старое. Потому что вы другой, и мир будет тоже другой. Лучше даже, чем вы можете себе представить. Больше соответствовать вам. И при следующем скачке будет та же самая история в три этапа. Энергетика, физика, социалка. Энергетика, физика, социалка. При каждом скачке осознание. Осознание растет скачкообразно. То есть вы на ступеньку залезли, и вы себя меняете. Какие-то практики. Вам кажется опять, что ничего не происходит. Ничего вы не делаете. Работаете, практики с телом. Занимаетесь, занимаетесь. Потом бац! За одну ночь, за один день. Резко. Вы поменяетесь. Взгляд на мир. Все поменялось. И вы поняли, что скачок осознания произошел. И все. И с этого момента опять все у вас пропали. Но если вы за это не держитесь, это будет быстро происходить. Если вы за это держитесь, то будет проходить травматично. А если вы нужны духу, то есть этой вселенной, но вы этого делать не хотите, тогда вас будут по самой жесткой системе проводить. Понимаете, как это было у меня или у кого-то часто происходит. Болезни, там еще какие-то проблемы, не знаю, по деньгам. Вас просто, ваш мир разрушат искусственным образом. Потому что хотят, чтобы ваш дух проснулся. Для того, чтобы он проснулся, его нужно вытащить из того пространства, где он спит. Он ходит там, выходит такой сонный, понимаете. В основном пинком оттуда выгнать из этого пространства. И это делает вам во благо воля неба. Не все, конечно, нужны воле неба. Но кто нужен, тех вот через такие тяжелые катаклизмы проводят. И вот если вы сейчас в таком тяжелом катаклизме живете, то нужно первым делом расслабиться. Не держаться за старое, а усиленно заняться энергетическим и физическим телом. И нам на Марфон приходите, мы вам поможем. Быстро пройдете эти этапы, поймете алгоритм и все пойдет на лайте. А сколько длится марафон? Три месяца. А, достаточно длительный. Так это мы и так, наверное, трехлетнюю программу упаковали в три месяца, друзья мои. Там просто упакована огромная программа в три месяца. С надеждой, что мы даем алгоритмы на всю жизнь. Понимаете, вот это первый месяц работы с вниманием, с сознанием. Второй, с энергетическими полями. А третий, как это все отделять от физического тела. То есть за пределы тела путешествовать. И у вас еще будет какой-то интенсив? Да, у нас бывает интенсив, чтобы люди могли прийти на него. И понять для себя, надо им к нам идти или не надо. Он будет в конце декабря. Всех приглашаю. Ссылка, я думаю, будет в описании, да, под видео. И, соответственно, трехдневный. Первый день про внимание, о чем будет на первом месяце. Второй день, о чем будет на втором месяце. И третий, как бы, о чем будет на третьем месяце. Но это нужно для тех людей, которые чувствуют, что в них что-то пробуждается. Какое-то, вот они не знают, что с этим делать. У них какие-то сейчас панические атаки пошли. Вот панические атаки в многом из этого происходят. Это называется, кстати, знаешь, в традиционном обществе шаманская болезнь. У людей это называется... Ты слышал шаманская болезнь? Сейчас многие возгордятся, я думаю, что шаманская болезнь. Конечно, очень многих это шаманская болезнь. Ее очень часто путают с психическими заболеваниями, еще с чем-то. Но очень часто это бывает шаманская болезнь, шаманка. Она может длиться годами. Чем сильнее человек сопротивляется, особенно в наше время, тем сильнее она может длиться. Потому что дух включается, а человек не хочет жизнь менять. И он не знает, что с ним происходит. И он начинает алкоголь, наркотики, еще какие-то способы самозрушения. И начинается внутренняя борьба. Эта борьба начинает вызывать панические атаки в человеке, еще какие-то там депрессии. Страшные вещи бывают. Шаманская болезнь такая штука. Ну и можно на лайте пройти. Просто нужно принять себя и все. Осознать, что вы просто свет творца, живущий в этом теле. А не прямоходящие обезьяны. И все станет нормально. Вы упомянули, что с вами были какие-то жесткие трансформации. Может быть, для вдохновения зрителям расскажете, с чем самым сложным пришлось справиться. И через что пройти? Да через потери. Потерял все. Финансово, людей, друзей, жизнь. Ну как вот, ту, в которой я жил. Все потерял, включая здоровье. И я просто оказался, даже двигаться не мог. И у меня начались сновидения. И мне сказали, друг, у тебя все закончится. Когда ты закончишь эту обучающую программу, она все несколько месяцев длилась. И каждую ночь практически приходили, учили, тренировали. То есть, к вам все эти знания, которые вы будете давать на марафоне, просто пришли во сне или как-то? Конечно, да. Я же говорю, я книжки не читаю вообще. Я не читаю, я ничего из книг не даю. Кто у нас проходил, они все это знают. У нас все там живые эфиры, я записи, любят там эти записи продавать, еще и такого не делаю. Там живое общение идет. Я каждый раз даже не знаю, что я говорить буду. У меня вот, кто мне знает, в таком игре. У меня вообще план есть. Я говорю, какой план? Я тему узнаю перед началом эфира. Потому что я настраиваюсь на людей, которые меня слушают. Я же тоже тренируюсь. Понимаешь, для меня почему это марафон интересный? Я понимаю, для чего это людям надо, для чего это мне надо. А я тоже тренируюсь. Там, не знаю, тысяча людей, да, там или сотни людей. Я на них вниманием настраиваюсь. Я слушаю их запросы. И как бы начинаю говорить. И многие мне потом пишут, вот я только об этом подумал, а ты уже ответил. Я говорю, так я тоже тренируюсь, внимание таким образом. Мне тоже нужно тренироваться постоянно, чтобы расти. Я благодаря им расту. Они благодаря мне растут. И мы друг другу помогаем. Это бесконечный процесс. Лестница в небо, она бесконечная. Путь самосовершенствования самый лучший, самый интересный. Познаете себя. Но просто не слушайте проходимцев и всяких людей, которые вам говорят, что вам ничего не надо делать, они за вас все сделают. Амулет на шее носи, вот эту молитву прочитай, вот такое заклинание скажи, фигня это все. Просто я вам аналогию проведу, и вы все поймете. Вот тренировать энергетическое тело то же самое, что тренировать физическое тело. Вот я тебе сейчас скажу, ты хорошая девушка, вот тебе амулет, вот это все. От этого мои кубики на твой пресс не перейдут, понимаете? Вот это то же самое. То есть самому нужно работать с собой. Никто ничего сделать не может. Лапшу на уши вешать. Сам должен человек все делать с собой. Так же, как с физическим телом, никто же вам не может сделать. Какой бы выдающийся тренер не был. Тренер олимпийских чемпионов, правильно? Вы к нему пойдете заниматься, но что вам скажут? Делай вот такое упражнение, такое упражнение, такое вместо вас он не сможет сделать. Ну а вот то, что существуют магические различные воздействия. Это называется энергоинформационные воздействия. Когда ты понимаешь, у человека есть энергия, ты понимаешь, что туда можно деструктивную энергию свою какую-то вообще монтировать, и у него какой-нибудь энергетический центр, какая-нибудь чакра начнет неправильно работать, остановится, сердечная, например, бац, инфаркт. А еще за рулем, бац, на машине разбился. Это надо уметь делать, этим лучше не заниматься. Опять же, это возможно, если этот человек, они же не на всех такие заказы принимают, эти деятели. Потому что не каждому это возможно, такое воздействие оказать. Потому что ты свое поле мощное, его пробить сложно. И ты его будешь чувствовать. У меня же часто делают, я тоже прошу, вы давай чувствуете, да? Я чувствую, знаешь, когда они об этом только подумали. И даже чувствуете, кто это может быть? Конечно, всегда. Ого. Сразу чувствую. Не то, что сделали, а когда подумали. Знаешь почему? Потому что они подумали, они только внимание свое запустили. Я чувствую их внимание на себе. Вы, получается, еще и мысли читаете. Ну, это можно так назвать? Ну, чувствую. Понимаешь, читать, это, знаешь, как дословно, стихотворение. Это не так. Ты чувствуешь настроение. Ты чувствуешь что-то не то. Ты чувствуешь это все. А эту чувственную сферу нужно развивать. Мужчинам очень тяжело. Потому что мужчине нужно в себе женские энергии активировать. Получается, женщинам проще? Женщинам проще. Ты обратила внимание на соотношение в этих темах в эзотерике женщин и мужчин? 90 на 10. 90% женщин и 10% мужчин. Ну, потому что скептиков много среди мужчин. Не поэтому. А почему? Потому что женщины все чувствуют. Эта штука связана с чувственной сферой. То есть, ты что-то чувствуешь, что-то поле, ты энергию чувствуешь, мозгом интерпретируешь. Вот женщина все чувствует, у нее плохо с интерпретацией. Поэтому мужчина нужен, который научит объяснять и понимать, стаканилась, и она все поняла, он ей больше не нужен. Все. Поэтому, как мы говорим, знаешь, мужчина женщину одухотворяет, а женщина мужчину одушевляет. То есть, учит чувствовать. А мужчине надо развить чувственную сферу. Он мозгом-то может все структурировать, но у него сенсорных данных нет. Потому что это нужна женская энергия. То есть, нужно баланс найти в себе мужского и женского и мужчине, и женщине. Когда женщина мужскую энергию в себе включит, она все понимать начинает, у нее мозг структурируется. А когда мужчина в себе женскую включит, тогда он начинает чувствовать. А вы сейчас вот сказали, что когда женщина все поймет, то мужчина ей не нужен. Ну, в смысле, гуру не нужен, имею в виду. Учитель говорит, какой там мужчина одухотворяет, она ходит там, слушает, что там рассказывает, туда-сюда. Как только она все поняла, он ей больше не нужен. Она уже поняла. Она научилась сама структурировать информацию из этих внешних источников. Просто есть такая тенденция, я наблюдаю, особенно последние годы, много разводов. И причем у кого-то действительно есть на то основание. А у кого-то вот пошел в развитие духовное, вот далеко ходить не нужно тоже. Желтый и красный стаканчик. Понимаешь? Я тебе что и говорю? Третий этап. Это третий этап. Я тебе за него говорю. Хотя вроде бы казалось, чудесная была семья, все на берегу океана, все прекрасно. И уходит человек в никуда. Ты не понимаешь, когда это включаться начинает, ты смотришь, что другой человек. Ты просыпаешься, у тебя глаза светятся. И ты смотришь по сторонам, думаешь, где я? Кто это? Что здесь происходит? Но это не значит, что в целом человеку не нужен второй партнер. Нужен. Это просто значит, что нужен другой, который будет на одной волне. Поэтому у нас марафон проходили, потом приходили муж или жена, потом они детей своих приводили, чтобы все быть на одной волне, потому что ты понимали. Когда все на одной волне, это вообще круто. Супер вообще, самый лучший вариант. Потому что тогда друг другу помогают. Потому что женщина помогает мужчине включить эту чувственную сферу, а мужчина, женщине помогает в голове все структурируют, друг другу помогают. Параллели развиваются. Друзья, вот в конце декабря будет бесплатный интенсив от Алана, где вы сможете подробнее узнать об этом марафоне и, возможно, присоединиться захотите. Поэтому ссылочка под видео. Переходите, подписывайтесь на Телеграм. Там все подробности. Алана, ваш интенсив называется «Три главных инструмента человека будущего». Можете поделиться, что это за инструменты? И каким в итоге человек будущего будет? Ну вот человек на сколько процентов использует ресурсы своего мозга? Говорят, на 10. А ресурсы своего тела? Человек будущего тот, который хочет использовать ресурсы свои, в том числе физического тела, энергетического тела и своего сознания на максимум процентов. Я не скажу на 100, но хотя бы не на, как ты говоришь, 10. Вы, дорогие друзья, если вы думаете ресурсы своего физического тела используете там на 100%, посмотрите, что вытворяют, не знаю, какие-нибудь олимпийские чемпионы по гимнастике, какие-нибудь монахи Шаолиня или еще кто-то. То есть люди, которые сверхвозможности показывают. И знаете одну вещь? Если хотя бы один человек на планете это сделать может, это может сделать любой человек. Нужно просто попахать, поработать, потренироваться точно так же, как и он. И все у всех получаться будет. Понимаете? Они просто пример, образец показывают. Сейчас будут разражать, что у всех разные исходные данные. А исходные данные это результат вашего намерения и программ, которые находятся в вашей голове. То, что вы живете, как вы живете, та точка, в которой вы сейчас находитесь, это результат ваших перед этим сделанных решений и программ, загруженных в вашу голову. А мы вот учим, как из сознания эти программы убирать. И тогда вы обретаете свободу. И в чем проблема человека? Вот если дорога жизни, река жизни, мы по этой дороге идем спиной вперед. Там будущее, а там прошлое. Наше все сознание обращено в прошлое. Ностальгия, воспоминания, школа, все внимание находится там, в прошлом. Если находится в прошлом, вы не можете выбирать себе будущее. Вы идете тупо просто по программам, которые вы там вот еле-еле плететесь, понимаете? Для того, чтобы эту ситуацию изменить, нужно научиться забирать свое внимание из прошлого и повернуться в будущее. Это перепросмотр называется. Такая очень мощная практика, которую мы тоже учим делать. И тогда вы сможете смотреть в будущее. Но там еще нужно одну проблему будет решить. Почему люди не хотят в будущее? Смотри, как ты думаешь? Страшно, неизвестность пугает. А что пугает? Неизвестность, что ты не знаешь что-то. Почему нет? Страх смерти пугает. Потому что в будущем видишь свою смерть. И человек не может видеть будущее, потому что он понимает, что в будущем находится его смерть. Потому что принятие идеи смерти тоже очень важный момент на этом пути. Там очень много составляющих есть. Если их правильно интегрировать в свое сознание, в свою картину мира, то ситуация в которой вы живете будет именно такая, какая вы хотите. Понимаете, у вас для этого есть все ресурсы, дорогие друзья. Вы будете жить так, как вы хотите по-настоящему. И там, где вы хотите, и с кем вы хотите. А не так, как у вас получается. Для этого нужно понять, что это все такая матрица, такой гениальный какой-то квантовый компьютер, внутри которого мы живем. и как с ним взаимодействовать. А это делается через внимание, то есть сознание, вашу энергию. Ну и намерение. Это три инструмента, они и есть? Конечно. Это и есть эти три инструмента. То есть вы должны уметь работать с своим сознанием, управлять намерением этим пространством, образ создавать. Мы все это рассказываем на первом месте. Второе, у вас для этого нужна энергия, потому что много желающих. А как это все? Это же нужен бензин, мало машина, вам еще заправить ее нужно. Где эту энергию брать, как с ней работать, как ее перераспределять в теле, как собирать ту, которую вы потратили. Там очень много факторов есть. Мы полную картину мира даем, понимаете? А не просто там какие-то инструменты. И соответственно третий месяц как работать с информацией, потому что у каждого из нас есть способность погружаться напрямую в те информационные поля, в которых мы живем. Отделять свое сознание от тела. Осознанные сновидения это всего лишь один из, так скажем, аспектов этой вещи. Есть гораздо более эффективные штуки. А будущее вы видите? Варианты будущего. Будущее не определено. Вот я когда говорю, что жрецы управляют миром, они направляют наше внимание в ту картину мира, которую они хотят. Потому что мы все коллективно, все нас 10 миллиардов выбираем. Ну или хотя бы народ какой-то. Народ России, например. Для того, чтобы началась война, где-то, когда вот, в которой мы сейчас участвуем, сначала 10 лет прокачивали ее в телевизоре. И людям эту мысль накидывали. И они стали ненавидеть друг друга. И постепенно получилась война. То же самое с той стороны. Человеческое внимание готовить нужно. И человек сам хочет воевать. А, хочешь? Все. Сознание повернули. И вот эти вот жрецы, они вот там и сидят. В средствах массовой информации, кинематографы, крутые продюсеры. Они управляют вниманием людей, сознанием. Одни более эффективны, другие менее эффективны. Китайцы сейчас очень эффективно управляют. Они прям мудсериалы снимают, понимаешь, тренировочные. Как бы детей тренируют к ментальным войнам. Я посмотрела как-то видео, как обучают китайских детей в детском саду, и они там такое творят, что нашему не снилось. Правильно. Потому что они готовятся к власти над миром. И они готовятся, и индусы готовятся, и англосаксы готовятся. По системе воспитания, по тому, что вкладывают в сознание детей, можно понять, к чему люди готовятся. Вот эти X-фактор, да, Филы X-фактор, люди X, американцев же вот тоже, они активно с этим работают. То есть детям вкладывают люди X. Доктор Стрэндж вообще гениальный фильм, особенно первая часть его. Это же философское произведение. В том, как человек через катастрофу пришел к себе, к этим всем вещам, пробудил в себе силу. Через что он прошел, как он прошел. Так что, если хотите свою суперсилу пробудить, друзья, приходите к нам. Хотя бы о ней узнать. Это уже немало. Да, друзья, я уже заинтересовалась, обязательно подключусь к вам на интенсив. И еще хотелось бы каких-то рекомендаций к Новому году услышать. Может быть, как вот вы встречаете Новый год и как бы вы рекомендовали? Для меня лично Новый год это Новый солнечный год, друзья мои. Новый солнечный год начинается с 24 на 25 декабря, потому что мы живем по звездному календарю. Ведь что такое Новый год? Новый год это Новый год. Год какой? Есть год звездный, есть год сельскохозяйственный. Он начинается сельскохозяйственный, начинается весной. Сельскохозяйственные календари начинаются с посевочной. Солнце вышло туда-сюда и вот у них год начался. У людей, которые занимаются сельским хозяйством. Есть Новый год у бухгалтеров и финансистов. это вот как раз 1 января почему потому что они закрывают бухгалтерские книги и все остальное это еще со времен пом древнего рима как бы задали эту традицию это их финансовый новый год у них наступает а так как они сейчас миром рулит эти банкиры теперь мы его все празднуем понимаете но наши предки жили по звездам а по звездам ближайшая звезда у нас солнце поэтому они празднули четыре основных праздника зимнее летние солнцестояние весеннее осеннее равноденствие вот солнце на три дня умирает считается на три дня солнце умрет время остановится а потом запускается по новой вот три дня она не двигается на небосводе 24 25 начинает опять движение и вот этот момент нужно закладывать программы свои намерения на текущий год пока солнце не двигается когда она восходит начинает первыми лучами восходящего солнца начинается рождение солнца называется новое солнце восходит а что лучше делать или чего лучше не делать пока солнце не двигается вот у нас в сети Например, все эти три дня ночью костры жгут, во дворах жгут, в селах жгут, люди жгут костры, молятся и этим огнем поддерживают солнце, пока оно находится в мире мертвых. Считается, что солнце находится три дня в мире мертвых. В эти дни считается, что вся нечистая сила гуляет, а наоборот, те, которые свет поддерживают, они костры разжигают. Понимаете? То есть это метафизический праздник. А 1 января это просто побухать. Поэтому 1 января мы не празднуем, а вот эти три дня на зимнее солнцестояние в этом году будут очень важны. Максимально. Как вы их планируете провести, если не секрет? Будем праздновать, поддерживать солнце и встречать новое время. Что я вам предлагаю делать. Просто зажгите эти три дня свечку себе на окошко поставь, чтобы она всю ночь свеча горела. Поддержите солнце, пока оно в мире мертвых. А когда вас ходить будет, попросите что-то на Новый год. Вот это Новый год и есть. Новый какой? Солнечный год. Все остальные, бухгалтерский год вам зачем нужен, я не знаю. Ну кому-то может сельскохозяйственный нужен, если он там землю пашет. А все остальные, мне кажется, должны по-солнечному жить.